Власть сделала все, чтобы выборы были нечестными, чтобы не было выбора. С самого начала, когда они так нарезали избирательные участки, что избиратель не может попасть. Представляете, что нам из совхоза Ленина надо до избирательного участка добираться полтора часа на двух или трех автобусах. Или на развилку ехать. То есть они сделали все для того, чтобы выборы были затруднены для большей части населения. Но потом они просто их фальсифицируют. Тут уже ясно, что такое количество досрочного голосования, когда все бюджетники вдруг поехали в какие-то командировки, которых никогда не было. И не могло быть в воскресенье, какая командировка. Они все разъезжаются, неизвестно куда. А на самом деле, судя по всему, это как раз тот же самый, так сказать, была федеральная карусель, а теперь будет карусель только местная. Потому что они один раз проголосуют, потом пойдут еще раз проголосуют. Скорее всего, так и будет. Плюс к этому они, видишь, всех конкурентов, самовыдвиженцев серьезных, которые, скажем так, неподдержанные властью, всех поснимали. Оставили только спойлеров своих. Такие мопереточные партии типа коммунистов России, патриотов России, казаков, которых никто никогда не видел. И таких партий просто не существует. Всех оставили, а КПРФ сняли. Из 30 кандидатов, по 30 округам, 17 уже не смогут участвовать в выборах. Ну и все это понятно. Какая цель, на ваш взгляд? Ну, фактически поставить под контроль Единой России, ну и всех этих спойлеров, совет депутатов, который, по идее, нужен только для того, чтобы опять бездумную застройку организовать, бюджетные хищения. Ну, партия жуликов и воров занимается тем, чем она всегда занималась. Что, на ваш взгляд, должны сделать честные и уважающие себя люди в данной ситуации, живущие на этих... Каждый сам для себя принимает решение. Вот на месте любого честного человека я бы пошел и вычеркнул из бюллетеня кандидата от Единой России или всех спойлеров. Вот и все. Потому что это не дело, когда выборы вообще, как бы это сказать, дискредитированы полностью. Избирательная комиссия, которая ведет совершенно противоправную деятельность судами, которые по надуманным предлогам снимают, ну, даже не КПРФ, а просто самовыдвиженцев, которые видят неугодную власть. Он говорит, сама же избирательная комиссия себя повела так, что сначала признала список КПРФ правильным, она же присутствовала на партийной конференции, потом зарегистрировала список, а потом в суде вдруг сказала, нет, вы знаете, мы поддерживаем оппонентов, ну, а там оппонентов были все, и коммунисты России, и патриоты, и самовыдвиженцы, которых никто не видел никогда и не собираются они вести избирательную кампанию. И все это шито белыми нитками. Кстати, в суды защищать интерес так называемых спойлеров, самовыдвиженцев, там, коммунистов России, еще кого-то, всякой шушеры, ходят юристы Единой России интереса защищать. И все это видно нераженным глазом. Просто Едина Россия и ее вот эти вот спойлеры потратили огромные деньги на то, чтобы Совет депутатов голосовал за застройку земель сегостного значения, за воровство, которое они уже привыкли к этому. Вот и все. И они поставят своего главу, который будет ставленником, ставленником олигархии строительной. Значит, а мы будем от них отбиваться, как мы сейчас это уже два года делаем. Потому что все эти бандиты, их только одно, интересует земли совхоза, застройка, как это, распил бюджетных средств, как это говорят. Спасибо.